Мои дорогие, я как всегда рада приветствовать на моем канале всех единомышленников и это видео является как бы неким вытекающим видео, то есть продолжением предыдущей нашей с вами беседы. Я хотела это все слить в одно, потом решила все-таки вообще не говорить о сегодняшней теме, но в итоге решила сделать вторую часть и высказать все то, что я думаю. Сегодня будет тема очень сложная и очень нелегкая к восприятию, неприятная для очень многих, тяжелая, многие не готовы воспринимать, потому что я часто затрагиваю эту тему и вижу, что болезненна она до сих пор, потому что мы в рабстве находимся этой матрицей, эта матрица нас зачастую держит и не выпускает. И человек сам невольно начинает защищать своего поработителя и защищать эту матрицу. Так вот, сегодня мы с вами поговорим о религиях. Различные политические партии, политические организации, правительства стран давным-давно прекратили работать на свой народ и служить своему народу. Хотя прекратили, наверное, даже не подходит как слово, они этим никогда не занимались. Вообще политика это самое страшное зло, которое существует в мире, потому что любая политика направлена на управление массами. А управлять массами можно только на строгом контроле, манипуляции сознанием людей и, естественно, принуждением их любыми способами делать то, что нужно правящему классу. В любом политическом строе, каким бы он нам свободным ни казался, начиная от тоталитарного и абсолютно закрытого государства, где правит какой-то диктатор, кончая самым что ни на демократичным либеральным правительством, любое правительство, повторюсь, конечно же, управляет своими массами вовсе не в их угоду, вовсе не работая на их благо, а работая на благо определенных верхов, которые аккумулируют в себе все богатства этого мира и тянут соки со всех тех, кто этими богатствами не владеет. И это есть смысл вообще существования всех политических структур, как внутри стран, так и международных. И, к сожалению, кому-то, возможно, не понравится то, что я сейчас скажу, но все религиозные институты и религиозные доктрины, которые сегодня в мире существуют, повязаны с мировыми правительствами. Все религиозные институты работают по указке своих правительств. А есть такое универсальное слово покаяние, молитва должна быть Богу, как Суворов писал, без молитвы шашку не обнажать, ружья не заряжать. Это нужно сейчас, это наука побеждать, она штамм из этого состоит. Без молитвы пакет градов не снаряжай, каждую эту сигару засовываешь, как бы, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, и так далее, и так далее, и так далее. И потом, не потому, что хочется, а потому, что надо. Потому что делаем мы вообще в жизни не то, что хочется, а то, что надо. И те, кто вчера внушал нам, что Бог есть любовь, что Бог есть всепрощение, что нужно прощать врагов своих и подставлять вторую щеку, сегодня учат нас, как заряжать грады и пускать ракеты с именем Господа и с крестом. Именно религии есть, честно говоря, не о вере в Бога, как любовь, свет, добро, спасение, объединение, человечность, а именно религиозные институты, религии, доктрины, мусульманство, христианство, все афрамические религии, они повязаны с правительствами, они работают непосредственно на поддержание правящего строя. Смотрите, во что превратили ту же Индию, где людям внушают, что есть класс неприкасаемых, потому что по карме этим людям, которые родились в нищете, нужно прожить свою карму, и к ним даже нельзя прикасаться, их нельзя спасать из этой нищеты, потому что они должны отработать свою карму и всю жизнь мучаться, жить в грязи, в антисанитарии, и рожать детей, и их ни в коем случае по верованиям, которые распространены в Индии, нельзя из этой касты каким-то образом вытаскивать, спасать и касты отменять. Дети неприкасаемых всю жизнь живут в условиях изоляции и нарушения прав человека, их строго отделяют на основании их происхождения. В школах их унижают одноклассники, им запрещено есть общие посуды в столовах и даже пить из-под крана, поэтому в школу они не ходят. Девочки часто становятся жертвами насилия, торговли людьми, и особенно часто жертвами ранних и принудительных братьев. Если родился в семье неприкасаемых, он несет наказание за грехи в прошлой жизни, поэтому и отношение в обществе к таким людям должно быть соответствующим. Дети с рождения ожидают лучшей жизни в новом теле после своей смерти. Это просто вам пример, чтобы мы понимали, как религии правят нами, и как они работают именно на внушение бедным массам, что они должны быть бедны, они должны терпеть, повиноваться и молиться на высших мира всего, а высшие касты должны, как во всем мире, повторюсь, на примере Индии показывают, работать во всем мире, применить их к России, к Америке, к любой стране, высшие касты должны оставаться в своем вот этом вот кругу неприкасаемом тоже, и держать в порабощении ниши. На это работают все религии. Обратите внимание, как тонко и четко выполняют повестку своего правительства главы религиозных институтов определенных стран и государств. Вот сейчас мы знаем, что Европа продвигает, все эти глобалисты европейского уровня, продвигают именно климатическую повестку. И мы видим, конечно же, безусловно, Папу Римского, который предупреждает мир, что мир скоро рухнет из-за изменения климата. Глава Ватикана заявил, что мир близок к переломному моменту, призывая отрицателей изменения климата и лиц, принимающих решение, срочно отдуматься. То есть Папа Римский уже выступает в роли такой Греты Тунберг. То есть все, дали ему методичку, он выполняет. Дали методичку, он говорит. Папа Франциско в обновленной версии своего документа об окружающей среде добавил, что некоторый ущерб уже необратим, о чем он все чаще задумывается, даже когда это может быть незаметно для окружающих. Он раскритиковал тех, кто отрицает, скрывает, замалчивает проблему, одновременно нацеливаясь на безответственный образ жизни. Вот этот вот образ такого Папы, даже имя Папа, ведь в итальянском Папа это Папа, то есть в принципе смысл тот же. И вот этот великий Папа, отец всех, который такой добрый, который призывает людей, помните, здесь планета рушится, климат, загрязнение, потепление, нужно срочно переходить на какую-то новую энергетику, спасаем, спасаем. Он сам сидит, значит, вот так вот, просто сидит на мешках с золотом, с драгоценностями, с какими-то там несметными богатствами, с деньгами всех мировых олигархов, всех мировых правительств. Все эти деньги мировых правительств, награбленные и вытянутые из недр своих, значит, государств, да, все хранятся в банках Ватикана. И он сидит на этих, значит, банках и призывает, что нужно спасать несчастных детей Африки. Сейчас он только выступил в поддержку мигрантов африканских. Прекратите их, значит, не пускать в Европу. Откройте врата. Давайте обнимемся все вместе, призывает он. Вот, пожалуйста, вам пример, как продвигает повестку правительства вверха религиозных институтов. То же самое мы видим, абсолютно то же самое мы видим в РПЦ. Я понимаю, что вам неприятно многим это слушать, но это правда. Правда, тоже нужно научиться слушать. РПЦ сейчас яро борется с идеей пацифизма и считает пацифистов, в общем-то, еретиками. То есть человек, который молится за мир, может потерять сам и может быть отлучен от церкви. Пацифизм сейчас не является политикой правящей партии государства, поэтому его и церковь тоже запрещает и отрицает. Вот, посмотрите, пожалуйста, что произошло с одним молодым священником, которого прилюдно, там какой-то более старший пассану, значит, прилюдно его унизил при всех этих прихожанах, заставил извиняться за то, что он читал молитвы о мире. Что делать? Говорят, что делать? Надо вызвать парню сюда. Приглашаем. Говорим, вот такая-то ситуация. Говорим, что за это будут. А знаете, что за это будут? Вначале он запрещается в священном служении. И если он не приносит покаяния, его лишают сам. Иди гуляй. Ты теперь кто у нас был? Отец Илья? А сейчас кто? Илюшка? Какой-то непонятный. Ну и гуляй теперь. Тебе церковь недорога? Тебе ничего не может? Вот когда мы объяснили этому парню, понял в один момент. А вот бывает, когда гордость такая, знаете, я Академию закончил, я умнее всех. Вот и захлестнула. Вот. А поскольку он перед нами покаялся, а вы ничего не знаете, вот пусть покается перед вами. Вот давайте вы его сюда пригласите. Вот два читаем. Вот твоё паство, вот твой пастырь, а вот ты. Вот. Твоё слово. Дорогие братья и сестры, виноваты перед вами. Виноваты в том, что по своей глупости, по своему какому-то непониманию, неразумению, по гордости. Молитвы на мире читал опять, вот по гордости своей. По неразумию. Вот. И не читал то, что кто положил мне было бы читать. Опять же, по своей горячности, по своей неопытности сделал так и не понял, что аж вообще. Я прошёл у владыки прощения за это и у вас у всех. Я вас очень люблю и ценю. Спасибо. 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 Если честно, очень искренне жалко этого парня. У меня такое ощущение, что ему просто сломали душу. Но интересно, что кроме внутренних каких-то повесток и методичек внутри страны, да, какие-то проблемы, есть ещё и глобальные повестки и методички, которые также исполняются и, в общем-то, внедряются в умы паствы именно от проповедников РПЦ. И вот мы видим, как, например, меняется проповедь того же, опять вернёмся, Андрея Ткачёва до начала СВО и после начала СВО, как вдруг изменилась, значит, вообще риторика. И учитывая, что Путин резко стал подписывать различные указы, законы о внедрении, срочном внедрении цифровизации о цифровых паспортах, о биометрии, о ЕБС этой самой единобиометрической системе, всё это резко стало вдруг подписываться, внедряться, одобряться со стороны президента и правящих верхов. Поэтому и риторика церкви вот так вот резко начала как-то меняться. Посмотрите до и после. Технологии, ну, в частности, цифровизация, да, вот привяжут тебя к одной, к одной, там, какому-нибудь ID, идентификационному номеру, да, и будут управлять с пульта. Ну, поскольку все документы там будут в одном месте и так далее. Вот что можно с этим сделать? Всё правильно, как бы, нельзя этого не заметить, как бы. Ну, если я езжу на машине, например, и пересекаю границу, там, условно говоря, там, допустим, Московской-Рязанской области, то меня там сообщают, мне мой телефон, как бы, там, привет. Такой-то оператор вас приветствует. То есть ты, по сути, отслежен, как бы, да? До тех пор, пока это просто баловство, это баловство. А если это будет, как бы, если рогатый сядет на какой-нибудь там верховный престол, там, в локальной стране или в целом мире, тогда это будет просто вопрос манипуляций, да, вернётся эпоха мучеников. Тогда нас будут просто резать на части. Или душить втихаря по камерам, как бы, значит. И никакой СМИ это не осветит. И нужно быть готовым тогда либо к смерти, на самом деле, вот это и есть сатанизм, собственно. Не пугает биометрия и цифровые рубли? Вот как к этому относиться? Это реально опасно? Меня вообще не пугают такие вещи. Я вообще о них не думаю. Меня пугает, например, что крещённые люди не ходят в церковь. Вот это меня пугает по-настоящему. Всё остальное, как бы, это, как бы, как, не знаю, как для жителей Заполярного какого-нибудь круга, там, значит, переживание о Гондурасе. Поэтому это примерно то же самое. Вы боитесь не того, чего надо. Я помню, как хорошо, как эти вот эти жёлто-голубые безумцы и всё остальное, там, вот это комариль, это псевдодуховных этих врагов, вся эта псевдодуховная сволочня, которая надувала щёки, как бы, значит, и изображала себя великих духоносных паттеров, как они боролись с Антихристом на Украине, устраивая целые великие манифестации против электронного концлагеря. И там сатана просто, как бы, чистил себе ногти, отращивал рога и подбивал копыта, как бы, чтобы войти в бой, реальный в бой с этим бедным обманутым народом. А наши фантазёры духовные, как бы, всё боролись там с каким-то электронным концлагерем. Это вообще не актуально. Всё прямым текстом. Это уже не актуально. Повестку сменили. Новая повестка – бороться между собой и утилизировать славян. Поэтому, конечно, пацифизм уже не в моде, и, естественно, электронный концлагерь тоже. Прошла мода на борьбу с электронным концлагерем также и у церкви в Украине. Поэтому мы видим, что сейчас украинская церковь продвигает как раз-таки цифровизацию тотальную, даже внутри себя самой. И вот мы видим, как предлагается, например, уже за отдельную плату, естественно, оплата тоже, естественно, всё в цифре онлайн, ставить цифровые свечки. Вот, пожалуйста, не можешь прийти в церковь, ты можешь онлайн оплатить, и будет у тебя такая цифровая виртуальная свеча. ПОДПИШИСЬ! 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 Реклассирую вам отрывок из одного произведения величайшего писателя, но очень важно, чтобы, слушая то, что я читаю, вы думали именно о том государстве, в котором вы лично сейчас живете. Неважно, где вы находитесь, в России, в Украине, в Белоруссии, в Европе, в Америке, в любой части этого мира и на любом континенте, в любом государстве, слушая то, что я сейчас буду читать, думайте, пожалуйста, о том государстве, в котором на данный момент вы живете. Цитата. 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 Это жесть, у меня просто слезы на глазах. Будут ходить, зябнуть, голодать, болеть, умирать от болезней. И, наконец, придут к тому месту, где их начнут убивать тысячами. И они будут убивать тысячами, сами не зная, зачем людей, которых они никогда не видали, которые им ничего не сделали и не могут сделать ничего дурного, убивать. И когда наберется столько больных, раненых, убитых, что некому будет уже подбирать их, когда воздух уже так заразится этим гниющим пушечным мясом, что неприятно сделается даже начальству, тогда становится на время. Кое-как подберут раненых, свезут, свалят кучами куда попало больных, а убитых зароют, посыпав их известкой и опять поведут всю толпу обманутых еще дальше. Не будут водить их так до тех пор, пока это не надоест тем, которые затеяли все это. Или пока те, которым это было нужно, не получат всего того, что было нужно. И опять одичают, остервенеют, озвереют люди и уменьшатся в мире любовь. И наступившее уже охристианение человечества отодвинется опять на десятки и сотни лет. И опять те люди, которым это выгодно, с уверенностью станут говорить, что если и была война, то это значит то, что она необходима. И опять станут готовить к этому будущие поколения, с детства развращая их. С детства всеми возможными средствами, школьными учебниками, церковными службами, проповедями, речами, книгами, газетами, стихами, памятниками. Все в одном и том же направлении. Одурят народ, потом соберут насильно или подкупом несколько тысяч народа. И когда эти собравшиеся несколько тысяч, к которым пристанут еще и зеваки на улице, которые всегда рады присутствовать при всяком зрелище. И когда вся эта толпа при звуках стрельбы из пушек, музыки и при виде всякого блеска и света начнет кричать то, что прокричат перед ней, нам скажут, что это выражение чувства всего народа. Но, во-первых, эти тысячи, ну много десятки тысяч людей, которые кричат что-то при таких торжествах, составляют только одну крошечную, десятитысячную часть всего народа. Во-вторых, из этих десятков тысяч кричащих и махающих шапками людей, большая половина, если и не согнана насильно, как у нас в России, то искусственно названа какой-нибудь приманкой. В-третьих, из всех этих тысяч едва ли есть десятки, которые знают вообще в чем дело, и точно так же кричали бы и махали бы шапками, если бы проходило совершенно противное тому, что происходит. В-четвертых, тут же присутствует полиция, которая сейчас же заставит замолчать и заберет всех тех, которые закричат не то, чего хочет и требует правительство, как это усиленно делалось во время франко-русских праздниц. Но что же такое это высокое чувство, которое, по мнению правящих классов, должно быть воспитаемо в народах? Чувство, что есть в самом точном определении своем, не что иное, как предпочтение своего государства или народа всякому другому государству и народу. Правительства уверяют народы, что они находятся в опасности от нападения других народов и от внутренних врагов, и что единственное средство спасения от этой опасности состоит в рабском повиновении народов правительством. Так это с полной очевидностью видно во время революции и диктатур, и так это происходит всегда и везде, где есть власть. Всякое правительство объясняет свое существование и оправдывает все свои насилия тем, что если бы его не было, то было бы хуже. Уверив народы, что они в опасности, правительство подчиняет их себе. Когда же народы подчиняются правительствам, правительства эти заставляют народы нападать на другие народы. Страшно сказать, но не было такого совокупного насилия одних людей над другими, которые не производилось бы во имя патриотизма. Во имя патриотизма воевали русские с французами, французы с русскими. И во имя же патриотизма теперь готовятся русские с французами воевать против немцев. И во имя патриотизма готовятся теперь немцы воевать на два фронта. Читать это можно долго, и настолько это актуально, настолько это о нас, что страшно становится, что мир не меняется. И через два века этот текст до сих пор невероятно вхож в нашу реальность. Это Лев Николаевич Толстой. Произведение называется «Христианство и патриотизм». Написано оно в 1894 году. Это цитата из произведения, ссылку на которую я вам оставлю под этим роликом, и вы можете прочесть его полностью. Многие воцерковленные люди, которые очень сильно поддаются влиянию батюшек, их проповеди, уверяют меня, что, безусловно, читать это нельзя. Говорят мне, что Лев Толстой был отлучен от церкви за якобы еретическое течение, которое он сам, в общем-то, организовал, написал сам какое-то Евангелие, и сам вообще себя отлучил, и, в общем-то, много еще чего. Но все эти голоса просто исчезают после того, как я полностью читаю это его произведение. Я понимаю, за что он реально был отлучен. И я, конечно же, понимаю, что это видео, которое я сейчас делаю, достаточно скандальное. Оно может отвернуть от меня массы людей на канале. Многие отпишутся. Многие не захотят просыпаться. Не захотят вообще это все слушать. И это очень больно осознавать, что много лет подряд ты ходил и открывал душу в организацию, которая, ну, на самом деле, не та, за которую себя выдают. Но, поверьте, просыпаться от зомба-сна вовсе не означает навсегда распрощаться с верой в Бога, потому что Бог внутри каждого из нас. Это самое главное, о чем мы должны помнить. И Бог есть любовь. А любовь объединяет всех нас и заставляет все войны на земле оканчиваться и вообще никогда больше не начинаться. Поэтому, друзья мои, я поделилась с вами всего лишь своими мыслями. Не хочу обидеть ничьи религиозные чувства. И напоминаю, что это всего лишь были мои личные рассуждения. Я ни к чему не призываю, ничего не утверждаю. Вообще могу во многом ошибаться. Подписывайтесь на все мои соцсети, на мои телеграм-каналы, на Бастион. Все будет под этим роликом по ссылочкам. Спасибо вам большое за внимание. Призываю вас к разумности, к логике, к обдуманности ваших поступков. И до встречи, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok